В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Добрый вечер. На событиях дня смотрите в выпуске. Встречаем мужа, папу нашего, которого не было 24 месяца. Долгожданная встреча. Фрегат «Адмирал Макаров» впервые прибыл в Севастополь на место постоянного базирования. Это у нас первая гимназия, третья школа, 50-я, 11-я. В каждую школу по тортику депутаты партии «Единая Россия» подсластили жизнь севастопольских учителей. Это просто нереально красиво. Тут воздух другой совершенно, тут погода совершенно другая. Почти 4000 детей на тороповой даче. Севастополь вновь принял большой туристический слет Артека. Сегодня фрегат «Адмирал Макаров» впервые прибыл в главную базу Черноморского флота «Севастополь». Здесь корабль будет базироваться постоянно. Его передали флоту в конце прошлого года. Экипаж фрегата встречали с почестями. Командование флота, руководство города, ветераны, общественники, а главное близкие и родственники моряков пришли в порт. Новый корабль Черноморского флота увидела и наша съемочная группа. Фрегат «Адмирал Макаров» впервые в Севастополе. Этой минуты на флоте ждали несколько месяцев. До этого корабль находился на Балтике. В Черное море он направился 18 августа. Корабль прошел боновые ворота Севастопольской бухты и прибыл к месту постоянной дислокации. Новейший фрегат морской зоны проекта 11-356 «Адмирал Макаров» провел несколько месяцев на учениях в Балтийском и Средиземном морях. Только что он вошел в Севастопольскую бухту. Теперь для фрегата «Адмирал Макаров» родная гавань Севастополь, главная база Черноморского флота. Для экипажа корабля «Адмирал Макаров» многое впервые. Первый заход в Севастопольскую бухту, первая швартовка у берегов. На борту 180 человек и 20 морских пехотинцев. Приветствуют фрегат руководители Черноморского флота и города. Встречают караваем под аккомпанемент оркестра. Здесь же родные и близкие моряков не могут дождаться встречи с сыновьями, мужьями, отцами и братьями. Встречаем мужа, папу нашего, которого не было 24 месяца, поэтому встреча очень долгожданная, значимое для нас событие. Очень ждем, очень сильно. Все дрожит внутри, дети счастливы, довольны. Праздник нашей семьи сегодня. Хоть и хочется обнять родных, но все должно быть по уставу. По прибытии фрегата обязательно следует доклад начальнику штаба флота. Товарищ начальник штаба флота, материальная часть в строю, личный состав здоровых. После пополнения запасов готов выполнять поставленные задачи. Командир фрегата «Адмирал Макаров», капитан Таруаран Габриев. И вот долгожданная севастопольская земля и объятия родных и близких. На глазах слезы счастья и радости. Лёва, целуй папу. Что тут можно кричать, что большое. Мы очень долго ждали. Очень большая радость. Наконец-то ребёночек пошёл без папы. Фрегат «Адмирал Макаров» только что завершил выполнение задач в Средиземном море. 30 июля 2017 года корабль принимал участие в главном военно-морском параде в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Кроме того, фрегат участвовал в межфлотском учении совместно с кораблями Балтийского и Северного флотов. Корабль отрабатывал как и пояс подводных лодок, как и условное нанесение ракетных ударов. Выполнял практически все функции, которые свойственны этому кораблю. Принимал на базирование вертолёт противолодочный. Соответственно, проводил полёты, как ночные, так и дневные. То есть, в принципе, можно сказать, что весь объём тех задач, которые были поставлены, корабль выполнил. Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Он был заложен в феврале 2012 года. На воду фрегат спустили 2 сентября 2015. А 27 декабря 2017 года на корабле был поднят Андреевский флаг. «Адмирал Макаров» передали военно-морскому флоту. Теперь он занял своё место в составе Черноморского флота. У нас в этом году проходят испытания и будут приняты в состав флота ещё три корабля. Один малоракетный корабль со сроком сдачи конец ноября месяца. И два патрульных корабля. Поэтому в настоящий момент боевая мощь флота, она достаточна для того, чтобы противостоять силам иностранных государств и защищать интересы Российской Федерации в своей операционной зоне. На борту корабля руководство флота и города наградило моряков. Севастопольцы, весь город рад тому, что в родную гавань пришёл новейший фрегат «Адмирал Макаров». Мы видим, как сильно обновляется Черноморский флот, и город сделает всё необходимое, чтобы та служба, которая несётся на кораблях Черноморского флота, была обеспечена надёжным тылом и социальной базой города Севастополя. По словам командира фрегата, оружие, которое есть на борту корабля, соответствует всем требованиям, существующим для фрегатов этого проекта. Фрегат «Адмирал Макаров» — третий фрегат морской зоны проекта «11-356» на зоне части российского фотоаводца и учёного вице-адмирала Степана Макарова. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4000 тонн, скорость 30 узлов, автономность плавания 30 суток. Адмирал Макаров вооружён кавилатами и ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», зенитной артиллерии и торпедами, а также может нести палубный вертолёт Ка-27. Состав кораблей Черноморского флота увеличивается, устаревшая техника подлежит замене. В ближайшее время ремонт ожидает гвардейский ракетный крейсер «Москва». Значимые обновления рассчитаны на то, что Черноморский флот уже вышел за пределы Чёрного моря, сейчас решает задачи в Средиземном море. Мы работаем с правительством России, с ОСК, в том числе по крейсеру «Москва». И, конечно, не только новые корабли, а и современное оборудование на действующих кораблях является приоритетом в работе Министерства обороны флота. Мы это видим. Теперь фрегат «Адмирал Макаров» будет проходить плановое техническое обслуживание после перехода на место постоянного базирования. А экипаж корабля получил трёхдневное увольнение в город. Ведь нужно отметить новоселье на главной базе Черноморского флота. Святослав Данилов, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». 5 октября во всём мире отмечают День учителя. На Севастополе в этот день каждой школе представители партии «Единая Россия» подарили по тортику. Всего закупили 80 десертов. А как принимали гостей в школах, расскажет Юлия Ефремова. Это у нас первая гимназия, третья школа, 50-я, 11-я. Поздравительный адрес получили. Получите и тортик. С такими подарками представители «Единой России» отправляются по школам города. Это Севастопольское региональное отделение партии. В очередной раз традиционно поздравляют с нём учителя, директоров школ, веренные им коллективы. Поскольку учитель – это, наверное, самая благородная профессия. Борис Колесников тоже взял сладкий подарок и отправился в 7-ю гимназию, в школу, где сам когда-то учился. Мне очень радостно сюда приходить и видеть учителей, которыми учили. У нас с большим удовольствием всё время юбилей, что на каждый праздник. В ответ на тёплое поздравление – тёплый творческий приём. Тем временем уже в школу номер 11 спешит руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгения Смородинова. Здравствуйте. 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 Хотим поздравить вас с праздником профессиональным, с днём учителя. Пока в школе идёт урок, торт будет ждать в кабинете. Но после учебного дня на праздничном концерте воспитанники тоже получат по кусочку. Ведь это и их праздник тоже, уверен директор 11-й школы. Без ученика нет и учителя. Самое лучшее поздравление – это поздравление наших детей. Приятно, проходя по школе, видеть радостные лица детей, принимать поздравления, тёплые слова. Ну и, безусловно, отвечать им взаимностью. Всего в этот день партийцы поздравили 80 городских учебных учреждений. А с днём учителя всех педагогов поздравляют Юлия Ефремова и Андрей Тымчук. Информационный канал Севастополя. Больше ста лет прошло со дня смерти севастопольского городского головы Алексея Андреевича Максимова. В честь этой даты в город приехали две его правнучки. Они привезли с собой копии наградных грамот и помилований Максимова, а также его тести Сергея Кундышева-Володина. Документы передали в музей Севастопольского морского завода. Посетили родственники городского головы и сами доки, которые строил их прадедушка. А также рассказали о планах, связанных с усадьбой Максимова дача. На территории Максимовой дачи создать культурно-образовательное пространство, интерактивный музей, где молодые севастопольцы, дети, могли бы прийти своими руками, сделать что-то, чтобы получить удовольствие от сделанного ими. В том числе, там можно было бы сделать стенд, посвященный Севастопольскому морскому заводу. Далее о благоустройстве городских дорог. Их до конца года отремонтируют более 70. 60 автодорог по программе текущего ремонта, остальные капитально. На эти цели выделили более 3 миллиардов рублей. Где ведутся работы сейчас, знает Катарина Вербицкая. Дорогу ремонтируют на улице Адмирала Юмашева. Длина участка более 1 километра. Работы здесь начались на прошлой неделе. Уже сняли изношенный слой асфальта и приступили к укладке выравнивающего. Для правительства Севастополя развитие инфраструктуры в городе тема важная. Потому Дмитрий Овсяников лично контролирует качество работ на всех объектах. В активной фазе ремонта дороги на Юмашево выходим и ведутся работы на участках Босманское, Горное, Садовое. И, конечно, приступим к скорой красному спуску. На следующей неделе посмотрим, как идут работы внутриквартальных проездов. Пока программа выполняется, то, что было намечено, мы сделаем. На ремонт этого участка выделены более 15 миллионов рублей. За эти деньги заменят бортовые камни и дорожное полотно. Ремонт планируют завершить на следующей неделе. До этого момента движение машин на участке будет идти по одной полосе. Происходит временное ограничение движения в районе тех участков, где происходит выполнение работ. Стоят регулировщики, движение осуществляется в реверсивном режиме. По федеральной целевой программе ведутся работы и на седьмом участке трассы Таврида. Также в активной фазе проектирование восьмого этапа трассы транспортных развязок на Хрусталёво, проспекте Остряково и шоссе генерала Мургунова. Кроме того, на этапе технико-экономического обоснования проект транспортного перехода через Севастопольскую бухту и Гераклейская ракада. А за развитием инфраструктуры города продолжат наблюдать Катарина Вербицкая и Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. Перейдем к спортивно-массовым событиям. В Севастополе прошел второй большой туристический слёт Артека. Участие в нём приняли школьники со всей России и из других государств. В этот раз слёт прошёл в необычном формате не только турпохода, но и песенного фестиваля. Чем запомнится детям осень в Севастополе? Узнаете из сюжета. Челябинск, Новороссийск, Самара, Оренбург, Сахалин, Амурская область. Около 4 тысяч детей из 82 регионов России и пяти стран мира собрались в Севастополе на Тороповой даче на втором туристическом слёте Артека. Одни из самых ярких впечатлений – уникальная неповторимая природа этого места. Это просто нереально красиво. Тут воздух другой совершенно, тут погода совершенно другая. Очень нравится. Потрясающе. Замечательный климат. Мы научились работать в команде, ценить время, делегировать полномочия и соблюдать детлайны. Поход – обязательный пункт турслёта. Центральным маршрутом стал участок Большой Севастопольской тропы. Ребята шли к Тороповой даче, где развернулась ярмарка доброй воли. Это мастер-классы по рисованию и рукоделию. И 20 спортивных площадок – от футбола до стрельбы из лука. А также образовательные модули и игры народов мира. Больше всего понравились нам все игры, которые здесь проводились. Было очень весело. Впечатления просто нереальные. Это просто сказочно. Разные игры на природе. Это было очень интересно, потому что много друзей находишь. И это было очень насыщенно, прикольно. Природа прекрасная. Погода тоже. Небольшой дождь не остудил энтузиазма маленьких туристов. Согревались зажигательными танцами. Вечером Торопова дача превратилась в фестивальную поляну. В этот раз турслёт Артека стал еще и детским песенным конкурсом. Пели под гитару и акапелла. Веслом мы волны рассекаем, заботы и сомнения смыв. Вот наша жизнь мы точно знаем, кто, если не я, кто, если не мы. А на сцене – гала-концерт. Конечно, было и награждение самых старательных и талантливых ребят. Дипломы лучшим вручил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Лично я бы хотел, чтобы все дети страны нашей знали, что такое Севастополь, что представляет его история, природа. И, конечно, вот сразу после детского слёта Артека у нас будет наш молодёжный слёт города Севастополя. В уникальном месте на Тороповой даче. Это место творчества, искусства. И, конечно, мы будем поддерживать такие инициативы детского лагеря Артек. Уже второй раз большой слёт Международного детского центра Артек проходит именно в Севастополе, на Тороповой даче. Дети и взрослые признаются, что уже полюбили эту площадку. Она нам нравится, во-первых. Мы к ней уже как-то так привыкли. Потом, понимаете, здесь очень гостеприимные хозяева. Они понимают в этом смысл. Они, ну, то есть и Дмитрий Овсянников, и его команда ощущает, как бы она понимает, что если эти дети приехали сюда однажды, они приедут сюда, видимо, второй и третий раз. Нам очень хотелось, чтобы здесь были, чтобы из детей Артека получились счастливые люди, которые опираются на выбор собственный и в жизни движутся, исходя из того, что им в жизни нужно самим, что им хочется. Не обошлось без звёзд и на небе, и на сцене. Гость слёта – известный автор и исполнитель, музыкант и актёр Олег Митяев. Он провёл творческую встречу с детьми. Атмосфера прекрасная. Прекрасная, потому что есть костры, есть песни, есть какая-то глубина, которая хотелось бы, чтобы увеличивалась. Здорово. Молодёжь собирается, поёт песни с природой, общается друг с другом. Замечательно. Звучала клятва артековцев и зажигали традиционный туристический костёр. Необычный, прямо на сцене. Впечатления, которые запомнятся не на год, а на всю жизнь. Севастополь. Торопова дача. Артек. Качнётся купол неба. Большой и звёздно-свежный, как здорово. Что все мы здесь сегодня собрались. Оксана Колесникова, Марина Кравцова, Александр Тарасенко. Информационный канал Севастополя. Фестиваль экстремальных видов туризма «Иксфест» уже во второй раз проведут в Севастополе 6 октября. В этом году участников и гостей ждут на площадке у горы Гасфорта. Здесь организуют как спортивные активности – сапсёрфинг, вейкборд, каякинг, так и творческие – фотографию и граффити. Для всех желающих будет работать прокат велосипедов и скалолазный стенд. Не обойдётся и без музыки. На фестивале выступит ГУФ. Вход бесплатный. Наши участники смогут попробовать себя в том, либо ином видом туризма. А ещё особенность в том, что будет организована выставка, на которой будут представлены все возможности, которые есть в Крыму для развития такого очень важного направления туризма, как активный экстремальный туризм. У нас будут ходить бесплатные автобусы. Первый автобус отправляется рядом с остановки 9 маршрута на Балаклаву. Там есть такое место, называющее «Золотое кольцо». Оттуда в 11 часов стартует первый брендированный автобус. Они будут ходить с промежутком в 10-15 минут. И ближе к вечеру, в 16 часов, они усилятся большими автобусами. Они все брендированные, бесплатные. Из площадки с Газфорта они будут уходить до полуночи, пока у нас не уедет наш последний гость. В связи с проведением фестиваля «Эксфест» временно ограничат максимальную скорость дорожного движения, а также остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Севастополя. Максимальную скорость движения ограничат до 50 км в час на участке трассы Ялта-Севастополь с 20 часов 5 октября до 23 часов 7 октября. Здесь же ведут запрет на остановку и стоянку транспорта. Предприятие «Севастопольский автодор» установит на участке соответствующие дорожные знаки. Добраться до места проведения фестиваля можно на автобусах 6 октября с 11 часов от остановки 23 маршрута на 5-м километре Балаклавского шоссе. Компания «Севэнергосбыт» следует современным стандартам в качестве обслуживания своих абонентов. Администрация расширяет площади, открывает новые офисы, добавляет услуги. Качество сервиса растет. Еще одним нововведением стало внедрение электронной очереди. Подробнее о работе с системой расскажет Юлия Ефремова. Офис расчетного центра «Севэнергосбыт» обслуживает больше 190 тысяч потребителей. Здесь можно провести сверхки платежей, оплатить счет за электроэнергию, оформить договор на вновь построенные объекты, записаться к дежурному по возникшим опросам электроснабжения и переоформить лицевой счет. Чтобы каждый клиент получал нужную услугу комфортно и быстро, внедрили электронную очередь. Реализация данного проекта стала возможна благодаря инвестиционной программе, которую согласовало правительство Севастополя. Как вы видите, установлен терминал, в котором представлены основные услуги, оказываемые потребителям в данном офисе. Благодаря реализации данного проекта потребитель получает гарантированную услугу в определенное время. Техника для людей простая и понятная. Взять талон можно самостоятельно. Если же возникнут вопросы, поможет специально обученный сотрудник. Система электронной очереди работает с сентября. Ежедневно в первую декаду месяца услугой пользовались более 300 человек. Во вторую – более тысячи. Севастопольцы и гости города такие нововведения оценили. Это не просто упрощает, это сохраняет наши нервы, здоровье и настроение. Взяла быстренько талончик, присела, вызвали. То есть сократилось время ожидания в очереди. Очень стало удобно. Не нужно в очередь толкаться. Я приглашаю любой специалист, который взял вопрос. Это раз. А во-вторых, в самое время, да, очень быстро идёт. По сравнению с тем, что здесь было. Система очень удобна для тех, кто торопится и кому тяжело физически выстаивать длинные очереди. Теперь время ожидания сократилось до минимума. А вопросы, кто последний или за кем я буду, отпали сами собой. Всё фиксирует техника. Работа стала меньше напряжённее, потому что люди ожидают. Спокойно могут выйти на улицу, если много людей в зале. У них на талончике написано, сколько человек перед ними стоит. Электронная очередь пока есть только в офисе по проспекту генерала Острякова, 136. Скоро эту систему внедрят и в других отделениях предприятия. Сифэнергосбыт всегда идёт навстречу своим абонентам. И делает всё, чтобы сделать их обслуживание комфортным. Далее о погодных условиях. Редких тропических медуз вынесло на берег Нью-Джерси. По мнению учёных, подводных обитателей из привычной среды вырвал ураган Флоренс, который ранее обрушился на территорию нескольких штатов. Этих медуз называют синими кнопками за необычный внешний вид. Людям они не угрожают. А в Севастополе ураганов не прогнозируют. 6 октября в нашем городе малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 9, днём плюс 19 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. На этом у меня пока всё. Подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте xtv.ru, телефон редакции 54 51 12. Для вас работала Светлана Федодеева. Приятного вечера и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok